Здравствуйте, бабушка! Вот, объявление ваше прочла по поводу сдачи квартиры. Вы еще сдаете или уже сдали? Пока сдаю, ответила Тамара Михайловна, миловидной молодой женщине и, взглянув на выпирающий животик, спросила, а ты с мужем хочешь снять квартиру или как? Одна буду жить, если пустите. Нет у меня мужа. Я студентка, в мединституте учусь. Ответила скорее девушка, чем женщина, но для Тамары Михайловны беременная, значит, женщина. А как за квартиру будешь платить, если студентка? Или родители помогают? Нет, никто не помогает. Я работаю в больнице медсестрой в ночные смены. Да вы не волнуйтесь, у меня есть деньги, я в состоянии оплачивать жилье. А сейчас где живешь? Да вот, хозяйка, которая сдавала мне квартиру, увидела, что я беременная и сказала, чтобы в течение двух дней я освободила жилье. Вот сегодня последний день, как я должна съехать с квартиры. Или вам тоже не нужна такая жиличка? Да что ты, бог с тобой. Неужели я не женщина, что за беременность человека за человека не считаю? Я времянку во дворе сдаю, но она теплая, светлая, уютная. Да вот, иди сама посмотри. Если понравится, оставайся. Ой, как хорошо у вас. Чистенько, уютно. Конечно, остаюсь. Меня Наташа зовут. Да, вот, мой паспорт. А меня Тамара Михайловна. И женщина аккуратным почерком переписала данные паспорта Наташи и вернула его новой жиличке. Наташа сняла квартиру в конце апреля. А теперь лето. Скоро каникулы. И Тамара Михайловна до этого времени не лезла в душу своей жилички. А теперь спросила. Наташа, а ты на каникулы домой поедешь? Так за время, которое не будешь проживать, не надо платить. Тетя Тамара, мне некуда ехать. Никого у меня нет. Есть, конечно, брат, но я ему не нужна. Да как же так? Родному брату не нужна. Удивилась женщина. А как же родители? Где они? Отец в тюрьме сгинул. За растрату казенных денег посадили. Мама нас с братом одна растила. Сельские мы. Домик у мамы был. Старенький, правда. Он ей от родителей достался. Уже когда отца не стало. Раньше мы в городе жили. И дом у нас был до заключения отца. Но его конфисковали в счет отцовских долгов государству. Пять лет тому назад я как раз школу закончила. Умерла мама. А я тем же летом поступила в институт. Когда пришло время входить в наследство, брат предложил мне, чтобы я отказалась от своей части в его пользу. Ну, мол, ты там учишься. У тебя нет времени заниматься этими бумажными делами. Да и денег у тебя нет наступления в наследство. А я твой брат, родная кровь. Никогда тебя не обижу. И ты в любое время можешь воспользоваться и распорядиться своей долей дома. Я наивная, глупая. Родному брату как не поверить. Подсказать некому было, как правильно поступить. Согласилась с доводами брата. А он женился и так устроили со своей женой, что мне нет места в мамином доме. Первое время приезжала к ним. Так невестка так мне отпела, что теперь я иной раз и хотела бы побывать в родном доме. Да только отовсюду, из каждого угла, там ненависть сквозит. Да, сейчас за жилье люди душу дьяволу продают. Так тебе, бедный, выходит и голову не к кому преклонить. Грустно произнесла Тамара Михайловна. Так и есть, не к кому. Знаешь что, Наташа, ты за июль и август не отдавай деньги за квартиру. Считай, что ты на каникулы уехала. Купи на них малышу коляску или что там нужно. Я не разбогатею от этих денег, а тебе помощь. Считай, подарок от меня. Ой, тетя Тамара, я так не смогу. Нет-нет. Ну, раз так, как родишь, я сама куплю коляску и ванночку для ребенка. Спасибо, тетя Тамара. Наташа обняла хозяйку квартиры, покраснела и на глаза навернулись слезы. Да пока еще не за что. А ты, Наташа, не стесняйся. Заходи в мой огород. Там клубника, малина. Ну, все, что созрело, собирай, кушай. Малышу витамины нужны. Мне одной много не надо. Я не смогу так по-хозяйски распоряжаться в вашем огороде. Что посчитаете нужным, дадите. А я с удовольствием приму. Спасибо вам, Тамара Михайловна. Вы извините, коли разговор у нас с вами вышел такой откровенный. А дети у вас есть? Просто вижу, что к вам никто не приходит. Или в другом городе живут. Сын у меня, Генка, баламутый этакий, пришел с армии и заягозил машину купить. Да вот на севера и умотал за длинным рублем. Как не отговаривала, чтобы остался. Не мыкался на чужбине. Да кто сейчас матерей слушает? Это я так, любя его, пропесочиваю. А так он парень хороший, работящий, заботливый. И мне деньги со своих северов присылает. А я их складываю. Приедет, даст Бог женится. И эти деньги ему пригодятся. Через полтора года явится. Договор у него на три года. Так он и отпуск не берет. Говорит, что незачем ему там отпуск. Вот закончится время договора, тогда и явится. В конце сентября Наташа родила девочку. И с ребенком, и с самой Наташей все было хорошо. Да вот только мысль, которая не давала Наташе покоя, закралась к ней в душу и терзала ее. Она не знала, как ей придется дальше жить с ребенком на руках. За квартиру ей скоро нечем будет платить. Да и малышу много чего надо. Чтобы его растить, и самой нужно как следует питаться, чтобы молоко не пропало. В голове маячила мысль написать отказную от ребенка. Роженицу навещала тетя Тамара. И, видя угнетенное состояние своей жилички, спрашивала. Наташа, все же хорошо, что ты такая смурная? Наташа ничего не отвечала, прятала глаза и плакала. Тамара Михайловна списывала все это на послеродовую депрессию. Бывает такой уроженец. Тем более мужа нет и с этой стороны никакой поддержки. Во дворе роддома стояла небольшая церквушка Пантелеймона Исцелителя. Наташа три раза в день приходила сюда, усердно молилась, не зная ни одной молитвы, своими словами, своими слезами обращалась к Богу, прося о поддержке, о крепости духа, о принятии правильного решения. Батюшка этой церквушки заприметил неистово молящуюся и плачущую прихожанку. В одно из таких посещений храма этой женщиной священник подошел к ней, коснулся плеча, произнес. — О чем так горько и безутешно плачешь? Или какое непоправимое горе тебя не отпускает? Наташа повернулась к батюшке и, уронив голову ему на грудь, громко рыдала. — Ну-ну, расскажи мне, так ли велико твое горе? — успокаивал священник Наташу. — Не надо все в себе держать, расскажи. И Наташа рассказала священнику все о своей прошлой и теперешней жизни. Тот вздохнул и сказал. — Грехи твоих родителей и твоего брата мне не исправить. Родители твои уже перед Богом ответили, а брат, если одумается, то еще может покаяться и загладить свой грех. Но вот ты, ребенка зачела вне брака, но все же родила его, не избавилась от дитя. Что не избавилась, это правильно. Но теперь, когда малыш уже есть, ты хочешь отказаться от него? Не делай этого. Мать и дитя едины. Они навек пуповиной связаны. Батюшка, как же мне его растить без всяких средств? Об этом надо было думать, когда зачинало дитя. А теперь что уж? Знаешь что? В войну, в голод люди растили и своих детей, и чужих, которые без родителей оставались. Народную мудрость знаешь? Бог дал дитя, даст и на дитя. Так что, девонька, никто не говорит, что будет легко, и слезами тут не поможешь. Соберись с ясными мыслями и с верой в Бога, и во все хорошее. Расти сама свое дитя. Женщина, она сильная, потому что мать. А ты, мать, запомни это великое звание и иди к своему ребенку. Священник перекрестил Наталью и оставил ее одну, подумать над сказанными им словами. Слова батюшки, вразумили Наталью. Она не знала, как и на что она будет жить, но что с ребенком она никогда не расстанется, теперь твердо укрепилась в ее душе, и оттого стало легко и даже радостно. Теперь, когда Наташа кормила свою доченьку, она не плакала, а гладила ее головку и улыбалась. Наташа, перебирайся с детем ко мне в дом, я буду тебе с малышкой помогать, а то тяжело тебе одной-то. Предложила Тамара Михайловна своей жиличке. Вдвоем будем растить, как ты дочь-то назвала? Таня и назвала, как маму. Вместе Танюшку будем растить, а во времянку пущу другую жиличку, чтобы нам было на что жить. Тамара Михайловна, спасибо вам за заботу. Я, конечно, перейду к вам в дом, если так надо. Должна вам сейчас сказать, что оплатить квартиру мне хватит только до января месяца. Тамара Михайловна вздохнула и сказала, Наташа, не надо мне за квартиру платить, ничего мне не надо. Вот деньги, что у тебя есть, пусть на нужды Танюшки будут, а мы с тобой сдадим времянку, да моя пенсия, как-нибудь проживем. Наташа не могла произнести ни слова. Слова благодарности застревали в горле, потому как слезы не давали ей говорить. Ты не плачь, Наташа, не надо, а то молоко может пропасть. А для нашей Танюшки это самый главный продукт. И женщина, обнимая свою жиличку, успокаивала. Выживем, нас вон три женщины теперь, а женщины народ живучий. И Наташа смеялась сквозь слезы. Прошло полгода с рождения Танюшки, и Наташа вышла на работу в ночные смены. Тамара Михайловна прикипела к ребенку, как к родной внучке, и маленькая Таня тянула свои ручки к Тамаре. Жизнь пожилой женщины раскрасилась новыми красками, и, по сути, чужой ребенок стал ей своим. За заботами, за хлопотами время летело быстро. У Наташи закончился академический отпуск, и она возобновила учебу. А за годовалой Танюшкой присматривала Тамара. Она была категорически против отдавать Танюшку в ясли. Еще чего, при живой неработающей бабушке такого маленького ребенка в ясли отдавать. Пусть еще подрастет и окрепнет. А тогда уж... Раньше срока, сюрпризом к Новому году, приехал с Северов, как говорила Тамара Михайловна, ее сын Генка. Радости матери не было предела. Наконец все дома. Сквозь слезы причитала она. Да вот, накопились месяцы за счет отпуска, потому раньше и приехал, пояснил Генка. Ой, а это кто у нас тут такой? Улыбался сын, обращаясь к маленькой Танюшке. Баба, баба! Лепетала Танюшка и потянула свои ручонки к Генке. Генка взяла ребенка на руки, а та обняла его за шею и что-то щебетала на своем языке. Потом подозрительно притихла. Ой, и эта маленькая проказница уписалась. Хорошая примета. Смеялся Генка, отряхиваясь. Значит, Танюшка, у тебя на свадьбе буду гулять. Новый год встречали большой семьей, а через пять месяцев Генка и Наташа поженились, и у бабы Тамары скоро появится еще одна внучка или внук. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.